Про М142 «Хаймарс» и гаубицу М777 очень много говорили до и после их поступления в Украину. Почему молчат про крылатую ракету «Шторм Шадов», которая уже в Украине и которая может решить исход войны? Кто вам сказал, что это ракета в Украине? Да, я видел эту новость. Это, кстати, опять же к вопросу о проверке источника информации. Я видел два сообщения, которые касались этих ракет. Сейчас я расскажу, что это за ракета и тогда вы поймете, есть ли она в Украине или нет. Ее нет смысла везти сейчас в Украину. Сейчас объясню почему. Одно сообщение было на одном из ресурсов социальных сетей, что якобы ее решили поставить в Украину. И второе сообщение, по-моему, вчера было на одном из телеграм-каналов, что Польша поможет нам адаптироваться к этой ракете. Все, больше других никаких данных нет. Что такое ракета «Шторм Шадов» или она еще называется «Скальп». Вот вы задаете вопрос, где ракеты «Скальп», нам же их дают, они там могут изменить ход войны и так далее и тому подобное. Это авиационная крылатая ракета воздушного базирования. То есть она цепляется на самолет, у нее нет пусковой установки с поверхности земли. Это ракета класса «Воздух-Земля». Совместная разработка англо-французская. Английская версия этой ракеты называется «Шторм Шадов». Французская версия этой ракеты называется «Скальп». Так что она разработка с 1995 года, на вооружение приняли с 2001 года. Так вот, для того, чтобы эта ракета появилась в Украине, надо адаптировать наши бомбардировщики для подвеса этой ракеты. У нас, кстати, замки подвесов абсолютно разные. Советские и натовские, они отличаются. Поэтому пока мы не переоборудуем свои самолеты для подвеса этой ракеты, ее нет смысла везти в Украину. Это первый момент. Второй момент. Это ракета крылатая с дальностью пуска, по некоторым сведениям, до 500 километров. В открытых источниках пишут более 250 километров. А в некоторой источнике можно поискать, там написано 500, а в новой версии может быть и до 1000 километров. Но что такое новая версия, в открытых источниках пока что нет. Я так понимаю, это какая-то из последних модернизаций этих ракет. Ну, в любом случае, 500 километров тоже было бы хорошо. Так что, было бы, очень хочу сам увидеть, Это самое, тоже самое, очень хочу увидеть эту ракету в составе воздушных сил Украины, для того, чтобы мы могли наносить. Это, кстати, было бы из, помните, в статье главкома генерала Залужного, он писал, что нам нужно паритетное вооружение. И я, кстати, когда рассказывал про эту ракету, тоже говорил, что она могла бы быть отнесена к паритетному вооружению. Кстати, французы свой скальп ставят на вал, разновидность этой ракеты, они ставят на корабли. Вот у них 1000 километров дальность пуска этой ракеты морского базирования, морского и надводного, и подводного морского базирования эти ракеты. Делают французы, производят французы. Но, это было бы паритетным вооружением, то есть мы могли бы наносить удары на глубину, допустим, 500, а может быть и 1000 километров по территории Российской Федерации. И тогда это могло бы быть как вариантом сдерживания, что Россия перестает наносить удары в глубине нашей страны, и мы перестаем наносить удары в глубине нашей страны. Хотя, я думаю, что вряд ли мы этого добьемся, Россия рассчитывает на дальнейшую войну. Им нужен перерыв в войне, но они не собираются останавливаться, судя по риторике Путина и его ближайшего окружения. Так что, я думаю, что давайте дождемся каких-то более-менее официальных. Официальные источники информации вообще молчат и даже не упоминают ни эту ракету, ни удары по территории Российской Федерации. Нет, этого ничего нет, мы никуда не стреляем за пределы границ нашей страны. Так что, если там кто-то сейчас раз скажет, а как же Крым, я напоминаю, что Крым это территория Украины. Потому что мы говорим о границах 1991 года. Так что, вот такая вот ситуация с этой ракетой. Продолжение следует...